Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я понимаю, что у вас балачка, да. Но это диалект такой. У вас мовы больше, чем в Харькове, если считать балачку за мову, конечно. Не, ну у нас балачка только в Станицах, и то не во всех. На рынках у вас. Взрослые люди, пожилые, да, многие. На рынках у вас. Ну, на рынках, когда приезжают, ну, да, когда продукты привозят со Станиц, да. Ну, да. Кстати, если хочешь, заходи домой. Красивый язык. Я лично против языка абсолютно ничего не имею. Нет, ну это... Хороший, красивый язык. Это вообще уникальный язык. Он красивый в песнях, но очень неблагозвучный в разговорной речи. Вот ты говоришь, красивый. Смотри, он корежит красивые русские окончания. Лозовая. Какое красивое название? Лозовая. А на мове будет лозова. Закамельская. А на мове будет закамельская. То есть обрезает красивые русские окончания. В принципе, может быть данным. Наверное, больше в песнях, да. А сейчас где живете? Сейчас живу в Торонто. Заходи на мой канал, дать тебе название. На YouTube канал. Ну, вы скажите его, я зайду. Ден Клуб. Сейчас я тебе напишу. Ден Клуб. Запомнишь? А, напишите. Сейчас остановлюсь. Ой, пардон, это не то. Это язык не переключил. Сейчас как раз восстанавливайся. Вот. Русская часть названия. Копируй и вставляй в поиск YouTube. Скопировал? Ну, так просто. Ну, ладно, я запомнил. Сейчас я сразу зайду найду. Да. Да, да, да. Подписывайся. Тебе понравится. Ну, ладно. Буду рад тебя видеть на канале. Успехов. Успехов. Будь аккуратнее за рулем. Давайте. Всего хорошего. И здесь, на этом перекрестке... Еще. Такой-нибудь фон я, конечно, смотрю. Не просто так же. Вы откуда, если не секрет? Город вы имеете в виду? Ну, конечно, город. А что, Игорь? Улица мне не нужна. Достаточно города. Какой город? А, понятно. Город Ставрополь. Кубань. Ставрополь. А, Ставрополь. Нет, просто когда человек из Москвы, я и район спрашиваю. Я беседую с ним по Москве. Ну, Ставрополь, я не буду вас спрашивать район. Может, у вас интересные вопросы есть? На какие темы вы беседуете? А вы с какого города? Город Торонто. Торонто? Да. Канада? Канада. А, понятно. Слушайте, а французов много там? У меня просто друга, дочь там, там, в Аталии живет. А Торонто там больше французов или англосаков? Французов вообще нет, практически. Французы занимают, может, место пятнадцатое. Много китайцев, итальянцев, корейцев, французов в Монреале. В Торонто-то откуда они? Ну, так, вебель, да. Да, да. Нет, просто у меня родственник, ну, как, другая сестра там или его родственники. Потому что они там, татаро-еврейская семья такая интересная. Вот. И у него много в штатах. И приехал, что ты его родственничка, мы там на шашлыки ездили. И он там, да я тут в Канаду уехал, то-се. А, сестра, я говорю, что от дочери скрывается. У меня жена умерла. Он, чего ты решил? Говорит, да, дочка, говорит, на твой домик нацелилась видать, а ты в Канаду свалил, сволочки, ну, что там. Он как начал там вилять, как начал вилять там. Ну, понятно, понятно. Если хотите, заходите на мой, если хотите, заходите на мой ютуб-канал. Я моего города, это 18-й век, ну, начало 19-го. Вот, и у меня есть открытки там, такие, знаешь, видовые. Ну, ну. Вот. И фото моих еще предков, такие. На картоне, знаешь, такие. Ну, понятно. На картоне еще. Вот этих на стекле нету. Был на стекле, и куда дели. Я вот сколько искал, когда дед умер. Еще. Я позитивный. Знаешь, на стекле фотографии были. Ну, да, 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 были такие. Ну, на стекле снятые. То есть, ну, это где-то... Да, да, вот. Блин, такие, слушай, такие лица интересные у предков. Вот другие люди какие-то. Как вообще, ну. Ну, понятно. Другая эпоха. Другая эпоха, другие люди, я согласен. Деды там, шашка. Ну, хорошо. Рад за, рад за ваших предков. Как будто... Респектабельный. Как смотришь, как не всегда. Хорошо. Жду вас на канале. Заходите, пишите комменты. Россия давно была? Ну, я до ковида... Россия давно была? Я до ковида два раза в год бывал. А вот уже три года не был с началом ковида. Скоро буду, я надеюсь, в октябре быть. Ну, хорошо. Хорошо, всех благ вам. Давайте. Жду на канале. Естественно, этом перекрестке... Получил? Встал в очередь на паспорт? Чего-чего? На паспорт на российский. Встал в очередь? У меня уже есть паспорт российский. А, ну, у тебя он уже был до того, что ли? До войны? Или что? Да, я... Я в Крыму получил. А, ну, молодец. Ну, я вижу, ты свой человек. Я сам укро в тролле. Заходи на мой канал. Дать название. Будешь заходить. А за себя он был совсем неразговорник. Да дурака валяне. Разговаривать, разговаривать. Он так делал. Почему же тогда в утилитарном государстве... Правильно, утилитарная государство. Правильно? Великобритания утилитарная государство. Германия утилитарная государство. У них есть один... Воронеж передали. 1922 году. Воронежской области. А в 22-м году Ливская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще... В соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть. И живем хорошо. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная! Давай, надмертный бой! С нашим силой немною с оранжевой чумой! Продолжение следует...